Добрый вечер вам! Да, скажите, пожалуйста, как относиться ко всем этим сообщениям? В последней неделе, с момента начала контрнаступления, украинские спикеры были очень аккуратны и все время говорили, занимались таким управлением ожиданиями. Мы наступаем в том темпе, в котором нужно, мы двигаемся так, как нужно, не ждите от нас ничего быстрого, скоро все узнаете, скоро увидите. В последние пару дней то он прямо сменился на более оптимистичный. Вот-вот, сейчас-сейчас, на юг, на север, Бахмут берем в клещи и так далее. Это какой-то оптимизм, который опирается на реальное изменение на фронте, или это какая-то информационная операция? Как относиться к этим сообщениям? Какая ваша профессиональная экспертная оценка? Я думаю, что представители, пресс-офицеры, руководство, и Министерство обороны Украины, и Генерального штаба, вообще они, это люди крайне осторожные. Вот вспоминая всю историю войны России против Украины, в официальных сообщениях военного командования Украины всегда была очень большая осторожность. Даже когда войска ВСУ прорвали фронт под Балаклеей, это было почти 10 месяцев назад, и ворвались в Харьковскую область, в оккупированную часть Харьковской области, и то тогда тон и характер заявлений, военных сводок, регулярно публикуемых Генеральным штабом Украины дважды в сутки, все он был такой очень осторожный, очень сдержанный, и редко когда вот там наблюдались какие-то торжественные нотки. Почему? Ну, потому что, в общем, чем лучше всего с пропагандистской, с психологической точки зрения, с точки зрения информационной политики, нельзя давать тех обещаний, нельзя возбуждать такие чувства, которые потом не могут быть реализованы, не могут оказаться нереализованными, нельзя давать таких обещаний. Нужно давать только такие сведения, такую информацию, которая подтверждает, да, мы у нас все более или менее в порядке, но посмотрим, поживем, увидим. Это очень разумная такая, я бы сказал, очень типичная для Украины, такая осторожная, чуть хитроватая информационная политика. А вот когда успех будет достигнут, тогда можно торжествовать. Я вот хочу какой вопрос задать. Когда шла битва за Бахмут, особенно активно, то было много комментариев, в том числе с украинской стороны, что Бахмут не имеет стратегического значения, что овладев Бахмутом вооруженные силы России не смогут продвигаться дальше, потому что дальше там высоты, и подготовлена следующая линия обороны. И это была правда, то есть мы увидели, что Бахмут стал последней точкой, которую вооруженные силы России смогли достичь. После этого ни на метр нигде они не продвинулись. Но теперь хочется, тем не менее, украинским спикерам в каком-то смысле вернуть их слова. Если Бахмут не имеет стратегического военного значения, то почему они распыляют силы, когда все ожидали большого наступления, в первую очередь, на запорожском направлении, и мы видим, что там идут бои по очень широкой линии, и Токмак, и Орехов, и Великая Новоселка, по многим направлениям. Зачем же они теперь тратят человеческие жизни, дорогостоящую технику, время и ресурсы на Бахмут, про которое они 8 месяцев говорили, что никакого значения он не имеет? Я думаю, что это сугубо политические причины для этого. Посмотрите, в Москве торжествовали, Бахмут взят, ну почти как взятие Берлина во время Второй мировой войны. Единственный успех российской армии за 10 месяцев прошедшихся момента, когда был взят Лисичанск и Северодонецк. И вот выясняется, что Бахмут вовсе не успех, что то, что называлось успехом, и независимо от того, продвигались бы российские войска дальше по трем дорогам или не продвигались, но вооруженные силы Украины не просто остановили это наступление, а взяли Бахмут назад. И более того, ведь посмотрите, задумка, как я понимаю, ну это прозрачный замысел совершенно, окружить Бахмут так называемым тактическим окружением, то есть не полностью перерезать все коммуникации, поставить их под огневой контроль, и тогда просто российские войска вынуждены либо капитулировать, либо уйти. И вот сама по себе представляете, вот российские войска уходят из Бахмута, который они брали 8 месяцев, положили там чертову уйму людей, потом торжествовали победу, и вынуждены уходить. Политическое значение этого события, которое мы ожидаем, и я думаю, что это вполне реально, имеет колоссальное значение и для общественного мнения в Украине, и для общественного сознания, и даже не для общественного сознания в России, потому что в России это все замолчат, конечно, но для морального состояния российской армии это имеет колоссальное значение, потому что солдаты и офицеры, которые, ну, в общем, гниют там в окопах, или помирают в окопах, они увидят, что вот Бахмут пришлось отдать, это поражение, а поражение всегда деморализует ту армию, которая не понимает, зачем она воюет. Спасибо. И последний вопрос у меня тоже такой комплексный немножечко, но, по-моему, важный. Весь мир спорит про украинское контрнаступление. Это, безусловно, главная политическая тема в мире, и есть оценки, что вот оно идет не так быстро, как хотелось бы, есть оценки, что надо подождать. Я лично изучаю материалы, которые мне доступны, не эксперту, склоняюсь все-таки к версии о том, что оно просто на самом деле еще не началось. То есть Путин в своем горячичном бреду или ориентируясь на какие-то папочки, в которых ему пишут то, что ему нравится читать, уже там насчитал 280 уничтоженных в ходе контрнаступления украинских танков. Но если мы посмотрим авторитетные источники, тех, кто, например, независимо мониторит потерянную военную технику по объективным данным фото-видео фиксациям, мы видим, что с момента начала контрнаступления за три недели вооруженными силами Украины утрачено 12 или 13 пресловутых леопардов из трех сотен поставленных. А челленджеры и абрамсы еще вообще не выводились в бой, потому что иначе были бы потери, но наступление невозможно без потерь. Вот в этой связи, если мы принимаем точку зрения, что на самом деле идет прощупывание линии обороны, разведка, боем на тех или иных направлениях, для наших зрителей, что будет индикатором того, что вот это вот контрнаступление, долгожданное, обещанное, действительно началось в полную мощь? То есть на что смотреть непрофессионального внешнего наблюдателя, чтобы он мог сам себе сказать, ого, началось вот это уже как бы по-настоящему? По-настоящему наступление или контрнаступление начнется тогда, когда в бой будут введены основные части, предназначенные для этого наступления. Это, ну, не теоретически, практически 12 бригад было подготовлено, из них, говорят, 3 уже участвуют в этом контрнаступлении. Значит, вот 9 бригад, оснащенных западным оружием, вот они находятся пока в резерве, пока они не брошены в бой. По всем канонам военной науки наступление должно иметь некое направление главного удара. Вот на этом направлении должны быть сосредоточены, если говорить о Украине сегодня, должны быть сосредоточены вот эти 9 оставшихся бригад, и они должны прорвать оборону противника и ворваться в оперативный тыл. Вот это классика. Что происходит сегодня? Сегодня бои идут на нескольких направлениях, 3, по-моему, или 4 направления в Запорожской области. Сегодня появились данные о том, что информация подтвержденная, в общем, официально, что уже и в Херсонской области, на левом берегу, идет бой за город Олежки. Это один из основных населенных пунктов, которые представляют собой такие укрепленные районы русских на левом берегу, и бои вокруг Бахмуда. Значит, вот почему заложный действует не совсем так, как предназначено военной наукой? Ну, потому что сегодня вот это наступление по нескольким направлениям вынуждает российское командование держать значительные силы, держать резервы практически по всей линии противостояния, практически по всей линии фронта. Потому что в Москве не знают, где и когда начнется вот этот, будет нанесен этот главный удар. Но, естественно, ведь посмотрите, если войска растянуты по всей линии фронта, то в случае, когда вот начнется этот главный удар, значит, тогда понадобится бросить, попытаться сконцентрировать все то, что так размазано вдоль линии соприкосновения, сконцентрировать на вот этом направлении. А если это не главный удар, а если это отвлекающий удар, такой термин тоже есть в военной науке, и это часто очень происходило в военной истории, в истории, скажем, боев Второй мировой войны. Тогда российские генералы стянут основные резервы вот к этому направлению, а главный удар будет нанесен где-то в другом месте. Вот эта игра, которая как раз идет по законам открытым, по терминам и нормам открытым в свое время еще Сун Цзи, который писал о том, что война – это искусство обмана, вот я думаю, что как раз заложенный и пытается обмануть российское командование, а там в Москве в генеральном штабе, значит, чешут в затылках и думают, а где же, ну где же этот ветер заложный будет выступать. А это имеет очень прямое практическое значение. Я так понимаю, что, даже не в качестве вопроса, а комментария, что тут ключевую роль играет то, что линия фронта, вот эта тысячекилометровая, она имеет вид такого полукруга, выгнутого в сторону России, поэтому с точки зрения Украины переброска войск с одного участка фронта на другой проходит по внутренним коммуникациям, по коротким радиусам, а с точки зрения вооруженных сил России переброска войск, так сказать, гораздо более сложная операция. Видимо, на это, я так понимаю, расчет, когда вот прощупывается оборона в разных местах и выбирается место нанесения удара, если совсем упрощается. Конечно, потому что если представить, ну давайте представим себе, что резервы сконцентрированы где-нибудь, ну допустим, в Днепропетровской области. Значит, вот проведем радиусы из, ну, из какого-нибудь места в Днепропетровской области, и сначала под Бахмут, потом куда-нибудь в район Херсона. В общем, действительно, по прямой линии там, ну, можно перебросить, я думаю, что за сутки можно перебросить вот эту основную массу войск. А российским деятелям придется даже не то, что по Хорби, вот этой вот полудуги перебрасывать. А вдоль этой окружности там все гораздо сложнее. Еще и потому, что там коммуникации, вот если посмотреть на карту железных дорог, то вы увидите, что там, скажем, есть несколько критических таких узловых точек. И если по ним нанести удар, то тогда войска придется, тогда железная дорога, которая идет вдоль, ну, вот вдоль линии соприкосновения в Запорожской области, она остановится, и тогда войска придется перебрасывать на грузовиках. Это уже гораздо, гораздо более трудоемкий, длительный процесс. Так что, да, вот эта логистическая проблема, вообще говоря, война в Украине, это война логистики, это война за контроль над логистикой. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным.